У вас цель в жизни какая? Проблемы своей страны я не хочу. У меня как раз интересно ваше мнение. Славься наша родина, Россиюшка, там, на века. Я буду отрицать все, что он... Он меня спрашивает, не буду отвечать. Когда ты сам... Ты нарцисс? А что там говорится про торнадо и эста? Ну-ка, объясни мне. Трехсторонняя контактная группа. И есть третья сторона, это Российская Федерация. И вот... Уважаемый Лу... Вы мне говорите про логику! Кто взял на себя обязательства... Ты еще и блогер. Давай читать второй пункт. Прогнило у вас все. Здравствуйте. Вы так прям... Это вы дома? А вам не все равно. Нет, ну поэтому вы так как-то грозно так вот выглядите. Прям в головном уборе. Как будто у вас тут кобура. Что нельзя в главном уборном доме находиться. Просто спросил. Просто поинтересовался. Просто ответил. А с чего у вас такие выводы, что я грозный и нахожусь дома? Я не знаю. У вас лицо грозное сразу, с угрозой какой-то. Это вам так кажется. Вы выглядите. Вы добрый человек вообще в жизни? Вам так кажется. Вы добрый человек по жизни? Вот в жизни. Вам так кажется, что у меня грозное лицо. Я очень добрый человек. Добрый? В чем ваша доброта заключается? По отношению к кому? Ну, к миру. Нельзя быть ко всем добрым. Как вы думаете, что самое главное в жизни? В чьей? Вообще. Не вообще. Давайте говорить про какую-то... Вы имеете в виду свою жизнь и мою жизнь? Ну, в целом и вашу, и вашу и мою жизнь. У каждого человека, у каждого человека своя цель. У вас какая цель в жизни? Нет, подождите. Я не про цель. Я про ценности. Я вам... У вас есть цель в жизни? Смотрите, какая штука. Цель в жизни – это довольно лучшая вещь. Конечно, есть. Давайте вопрос-ответ. У вас цель в жизни есть? Конечно. Но ведь это же личные вопросы. А я спросил не про цель или планы, а про ценности. Что самое важное в жизни? Ценности – это тоже мое личное. Ценности – тоже мое личное. А как вы думаете, а в обществе что самое важное, на ваш взгляд? Вы очень много сыпите вопросами. Давайте так. Ваш вопрос – мой вопрос. А, хорошо. Да, хорошо. У вас цель в жизни какая? Я про цель в жизни вам только что ответил. Вы повторяете вопрос. Я говорю, это очень личный вопрос. Нет, вы мне не ответили. Вы перефронировали свое... Вы не ответили. Вот вопрос. Да. У вас цель в жизни есть? Конечно. Какая? Это вы задаете личный вопрос, на который я не хочу в четвертке отвечать, не считаю нужным. Я не хочу на ваши вопросы отвечать, все просто. Так что же там в этом личного? Там же это не касается вас. Что в моем вопросе ваше личное? Так это же моя цель. А это моя цель и моя жизнь. А я не спрашивал у вас про цель. Я не хочу вам про это говорить, это понятно? Понял, а почему? Что в этом личного? Это же ценности. Просто не хочу. А как вы думаете, а что в обществе вашем, в обществе российском, самое важное? Что является самой главной ценностью? Подождите, вы спрашиваете у каждого человека про страну или про общество? Про общество вашей страны, про граждан. То есть общество это страна. Ну да, совокупность граждан будет общество, которое натеряет страну. Это страна, это моя страна, и с вами обсуждать проблемы своей страны я не хочу. В общем, здесь проблемы, я спросил вас про ценности. Я ответил, я ответил на ваш вопрос. С украинцем, который пропагандирует свою политику, я не хочу обсуждать проблемы своей страны. В чем я сейчас вам спропагандировал свою политику? Задал вам вопрос про то, какие у вас в стране ценности. Я вас, я вас, я объясню. Я вас не раз, а не два видел на ютубе. Потому вы так и выглядите недобро. Я знаю, как вы себя ведете, по-хански, по отношению к россиянам. И я считаю, что обсуждать проблемы своей страны с вами я не буду. Разве я спросил вас что-то про проблемы? Или к вам какую-то пропаганду втюхивать? Расскажите, что я не так спросил? Вы что мне спросили? Про ценности вашего общества. Я не собираюсь с вами обсуждать ценности своей страны. А это же открытая информация. Это вы спрашиваете мое личное мнение? Нет. Я спрашиваю, как у вас в обществе между собой люди договорились? Зайдете в пабли, прочитаете и узнаете. Вы спрашиваете сейчас у меня мое личное мнение или нет? У меня как раз интересно, ваше мнение совпадает с мнением вашего общества? То есть мое личное мнение? Подождите. Вам интересно мое личное мнение? Ну да. Но это же не ваше личное мнение. Я вам говорить не хочу. Это понятно? Вы меня боитесь? Что я такого спросил? Странного, страшного? Знаете, какая штука интересная? Я раньше сказал, что я вас боюсь. Да вы так закрылись. Я сказал, что я не хочу обсуждать эти темы с чужим человеком, который не живет в моей стране. Мне кажется, что это очень интересная тема для обсуждения. Это кажется, люди. Это вам так кажется. А мне кажется, что это неинтересная тема. Знаете, какая штука? Я обсуждать ее с вами я не намерен. Окей, я услышал. Вот давайте лучше обсудим вранье украинского народного государства. Смотрите, какая штука. Я не закончил еще про ценности. Я хотел бы вам объяснить, почему. А я хочу поговорить с вами о вранье Украины. Хорошо. Я сейчас задам вам вопрос про ценности и объясню, в чем важно. Я уже вам 10 раз. Я вас понял. Смотрите, какая штука. Ценности общества... Вы послушайте меня, не перебивайте, не кричите. Ценности общества это открытая информация. Это называется общественный договор. Когда общество между собой, между разными членами общества выясняет, что же самое главное в стране, в обществе, что есть наши ценности. Какой смысл существования государства и для чего нужны вообще ценности, чтобы определить, что важно. Быть может, важно величие России. А быть может, это не важно. Быть может, самое важное это, например, увеличивать территории своего государства. Например, это самая важная ценность. Или там, я не знаю, славься наша родина, Россиюшка, там, на века. И это самое важное. Или, может быть, это не самое важное. И люди, когда между собой договариваются, то они берут этот общественный договор и фиксируют его. Типа, давайте договоримся между собой. Обычно это делают политики, депутаты. Они между собой договариваются, спорят, там, у них какие-то разные полемики, разные точки зрения, полемика у них. И выясняют, что же самое главное. А потом выпускают, самый важный, у вас есть закон страны, самый важный закон. Конституция Российской Федерации. И в ней зафиксированы ваши ценности. И это не секрет. Информация не секретная. Это можно обсудить. Ваши ценности. Сравнить их с реальными. Я почему спросил у вас? Для того, чтобы сверить температуру. Нормальная температура 36,6. Я вам так градусник, оп, а у вас 42. Ага, белок сворачивается. Понимаете? Когда я спрашиваю, как вы думаете, что самое главное в обществе? И вы мне сообщаете ваше мнение. А мы берем его и сверяем с тем, что должно быть с нормами. Ведь у вас есть нормы общества. И у нас есть нормы общества. И у нас есть тоже ценности. И их можно было бы сравнить и выяснить, что самое главное в стране, что самое главное для людей, что самое главное для общества. Какая ценность, какие ценности являются самыми важными. Мне кажется, это важный вопрос и важная тема, которую можно было бы обсудить. При этом никакой пропаганды. Что я вам пропагандирую, кроме здорового образа жизни? Что я такого вам сказал или что такое у вас личное спросил? Если бы я спросил, о чем вы мечтаете? А вы бы говорили, я тебя знаю, я тебя в ютубе видел. Я не буду тебе говорить про свои мечты. Я про мечты или про ваши цели у вас ничего не спросил. Я спросил, как вы считаете, что самое важное в жизни общества, на ваш взгляд? И вопрос, в принципе, не сложный. Вы бы сказали мне, я считаю, что самое важное это вот это, вот это и вот это. Я бы сказал бы вам, интересно, а как в вашем законе написано? Давайте сравним. И мы бы сравнили. И вы бы объяснили, почему ваше мнение не совпадает с мнением вашего основного закона. Или наоборот, совпадает. Я же не знаю, знаете ли вы про ваши ценности, которые в законе написаны или нет. Согласитесь, что я ничего такого не спросил, странного или страшного. Вы такой, глухая защита. Я буду отрицать все, что он у меня спрашивает, не буду отвечать. И все, что он говорит, я буду говорить противоположное. Зачем? Почему вы заняли такую сразу агрессивную позицию? Я с этого и начал, собственно, разговор. Вы агрессивно выглядите очень. Вы мне звук включили? Я вам, конечно. Я вас прекрасно слышу. Все, что вы сейчас сказали, я вообще ничего не слышал. Плохо. Мне поливать. Пересмотрите потом на видео. Еще раз. Для того, чтобы общество жило нормально, для этого нужны нормы. Потому что иначе непонятно, что нормально, что ненормально. Когда общество живет нормально, это значит, что соответствие поведения и ценности общества, моральных в том числе и ценностей, это соответствует нормам, которые уже есть. То есть есть нормы. Давай сверим. Температура какая у него? 32. Подожди. Норма 36. Так он умер. У этого какая температура? 42. Белок свернется. Сейчас он умрет. Поэтому 36,6. А, значит нормально. Это норма. То есть надо с чем-то сравнивать. Какая-то норма должна быть. И мне кажется, что русские, российское общество, русское общество, государство и общество в целом утратило эти нормы. Оно не знает теперь с чем сравнивать. Где главное? Что ценное? Где температура нормальная? Я считаю, что у общества, у вас, у россиян, у русских людей сегодня температура ценностей завышена, повышена. У вас белок скоро свернется. Вы очень агрессивные. Мне кажется, что это проблема. Причем, если бы это была только ваша проблема, полбеды. Но это проблема всего мира. И я эту проблему хотел с вами обсудить. На вид вы точно человек, понимающий. И вроде как будто бы выглядите разумно, не алкаш какой-то. ...разговаривать в одну калинку. Когда ты сам... Ты нарцисс? Нет. Ты любишь сам себя, ты слушаешь сам себя. Ты не хочешь... Хуже того, мне когда приходится монтировать свои видео, это просто капец. Я же их монтирую, я еще сам себя смотрю. Я еще это все сказал сам. А потом еще видео пересмотрю, когда я это все монтирую. Мне надо наложить вам пиканье на ваши матюки. Мне надо какие-то вставки вставить. Вы думаете, мне от себя тошнит. Я точно себя никак не люблю. Мне вообще не нравится мое изображение. И очень сильно раздражает голос. Что, в принципе, для каждого человека нормально. Почему каждого человека раздражает свой голос на видео? Потому что мы сами себя слышим дважды. Голос, звук, который идет у нас изо рта, мы его слышим через уши. И через внутрь, через... Вы понимаете, когда голосовые связки работают, мы еще слышим его оттуда. То есть у нас звук другой. Мы свой голос воспринимаем по-другому. А когда внешний источник включается, и там ты говоришь, что у тебя голос другой. Хотя я уже почти привык, но раздражает струну до сих пор. Поэтому нет, я не нацист ни разу. Это ужасная музыка. Это ужасная музыка. Все нормально? Да, в отличных, вообще никаких проблем. Слушайте, слушайте. Я не могу музыку слушать, она очень сильно раздражает. Выключайте музыку, поговорим. А так как бы нет. Понял. Это называется глухая защита. Это когда человек не в состоянии... Он полностью... Нет! Я не буду тебе говорить. Я не буду с тобой общаться. И переключаться тоже почему-то человек не хочет. Странное поведение, правда же? Вы меня боитесь. Я ничего... Я вас не покусаю, ничего сами не сделаю. Абсолютно, совершенно. Напрасно вы меня боитесь. Просто люди, конечно, будут над вами смеяться, потому что вы глупо себя ведете. Но это ваше поведение. Я же не заставляю вас глупо вести. Соглашение, это правда? Еще раз, по соглашению, что что? Я слышал, что ты специалист по Минским соглашениям. Это правда? Да, и я специалист по Минскому соглашению. Хуже того, самый главный специалист по Минскому соглашению. А что там говорится про Торнадо С? Ну-ка, объясни мне. Что его нужно отвезти на 140 километров. А кому отвезти нужно? Тому, кто подписал Минские соглашения. А кто их подписал? Трехсторонняя контактная группа. Конкретно кто? Конкретно. ОБСЕ как посредник, Украина и Российская Федерация. Писал ты кто? Почему ты говоришь, что Торнадо С это должны отвезти, это российские... Потому что Украина не покупала, не производила и не имеет... А ЛДНР производила и покупала. ЛНР, ДНР не существует никаких. ЛНР, ДНР... А где это написано, что это должны сделать? Давайте откроем Минские соглашения, давай? Давайте. Давайте. Второй пункт, по-моему, не соврать, да? Кто должен отвезти Минские соглашения, Торнадо, если его нет? Две стороны конфликта. Две стороны конфликта. Россия и Украина. Украины никогда не было... Нет, в этих соглашениях указано слово Россия. Там, где посол Российской Федерации, в Украине... Нет, 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 в соглашениях. Посмотрите, две стороны конфликта указаны. Да. Дефис, Украина... Давай откроем Минские соглашения. Кто подписал Минские соглашения? Открывайте. Кто подписал? Подписан ты. Между кем и кем заключен этот договор? Пять подписей. Пять подписей. Кто это? Говорите, кто подписал. Давайте, там же пять подписей стоит. Да, давайте. Кто? Пять подписей. Давайте, хорошо. Кто? Мне все время интересно было с тобой поговорить. Да, пожалуйста, я... Ты же специалист. Да. Сейчас я наберу, секунду. Трехсторонняя контактная группа. Три стороны. А что ты считаешь, три стороны? Это что такое? Три стороны трехсторонней контактной группы. Что такое трехсторонняя контактная группа? Первое. Это Украина. Со стороны Украины, с трехсторонней контактной группы подписал соглашение президент Кучма. У него были на это полномочия от Порошенко. Это Украина. Вот Украина. Вторая сторона трехсторонней контактной группы, это сторона посредник. А где указано, что это сторона конфликта? Где указано, что Россия 자랑 конфликта? Где указано, что... Так, читай. Я услышал ваш вопрос. Читай, читай. Я не досказал, вы меня перебиваете. Да, слушайте меня до конца. Смотрите. Трехсторонняя контактная группа состоит из трех сторон. Три стороны. Не четыре и не пять. А в трехсторонней контактной группе она потому так и называется. Трехсторонняя. Потому что у ней три стороны. У треугольника треугольника. Россия! Украина! Вы меня перебиваете. Вы же взрослый человек. Вы же меня должны дышать до конца. Смотрите меня внимательно. Вот трехсторонняя контактная группа. Это Украина как одна из сторон трехсторонней контактной группы. Это ОБСЕ как посредник. Потому что это организация. Это не государство. Организация. Это посредник. ОБСЕ. И есть третья сторона. Это Российская Федерация. И вот эти три стороны и подписали Минские соглашения. Трехсторонняя контактная группа состоит из Украины. Из ОБСЕ как посредника. И третья сторона. Это Российская Федерация. Со стороны Российской Федерации Минские соглашения подписал посол Российской Федерации. Чрезвычайно и полномоченный в Украине. Там кстати написано в Украине, а не на Украине. М. Зурабов. Там стоит его подпись. Вот эти три стороны. Трехсторонняя контактная группа. Поскольку ОБСЕ не имела и не имеет и даже теоретически не может иметь никаких вооружений. В том числе артиллерийских систем. Конечно же в том числе Торнадо-С. То она вычеркивается. Остается две стороны. Кто же может иметь Торнадо-С? Если вот здесь у нас Украина, которая никогда не покупала, не производила, а не покупала у России, не производила и не имела на вооружении артиллерийский комплекс Торнадо-С. Соответственно остается только один участник трехсторонней контактной группы. Кто мог бы отвезти эти Торнадо-С? Это Российская Федерация. Как оказались Торнадо-С на территории Украины непонятно. Второе. Для вооруженных формирований отдельных районов Донецка и Луганских областей Украины. На Украине был конфликт. С одной стороны конфликта выступала ОБСЕ, с другой Россия. Это один момент. Подожди, как это с одной стороны конфликта выступала ОБСЕ? Где написано, что ОБСЕ это? Вы сказали, секунду, вы сказали, что ОБСЕ это кто у нас? Это посредник. Где это написано? Это написано в самой миссии ОБСЕ. Для чего оно создало? Где это написано? Нет, подождите. В Минских соглашениях это написано? В Минских соглашениях указано, что у нас есть трехсторонняя контактная группа. Где написано, что ОБСЕ в Минских соглашениях, что это посредник? Вы можете включить логику в себе внутри? Да, вы мне говорите про логику! Уважаемый, вы мне говорите про логику! Конечно. Включите логику. Серьезно? Серьезно? Поехали. Второй пункт. Отвод всех тяжелых вооружений. Кто должен отвести торнадо СССР? Я этот пункт знаю наизусть. Обеими сторонами. Почему вы решили, что торнадо СССР это оружие подлежать не длежит? А кто же поэтому вам в Минском соглашении должен отвести торнадо СССР? Обеими сторонами на равными расстояниями. Ну, значит, есть Россия и Украина. А ОБСЕ будет проводить... Где написано, что это Россия? В трехсторонней контактной группе. Две стороны конфликта написаны. Кто подписал Минские соглашения? Не надо меня перебивать. Вы откройте подписантов. Почитайте. Кто подписал Минские соглашения? Да я и знаю Минские соглашения наизусть. Где написано слово Россия? Где написано слово Россия? Где подписанты Минских соглашений? Кто их подписал? Тогда что указано во втором пункте? Кто подписал Минские соглашения? Кто взял на себя эти обязательства? Скажите мне, что указано во втором пункте? Я его знаю наизусть. Открывайте. Что указано? Последнюю страницу. Не кричите. Открывайте последнюю страницу Минских соглашений. И смотрите, кто взял на себя обязательство отводить какие-то системы вооружения, в том числе артиллерийские системы, в том числе ГРАД БМ-21 и так далее. Кто взял на себя эти обязательства? ОБСЕ не имеет вооружения. Это специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Она была создана для того, чтобы мониторить ситуацию и выяснять, отвели ли обе стороны на необходимое расстояние артиллерийские системы. Торнадо-С в том числе. Возможно, в том числе какие-то танки, какие-то, ну я не знаю. Они просто приезжали на эту сторону, где контролировала Украина территорию. На территорию, которая была оккупирована Россией. Они приезжали и говорили, так, что тут у вас, танки? Запишем. Это что у вас? Рэп-леер-красуха-былина, которые были только созданы в 19-м, в 20-х годах Российской Федерации? Запишем. Это у вас что? Репеллент? Так и запишем. Понимаете? Это Минские соглашения мониторит ОБСЕ. Для чего Минские соглашения вписали ОБСЕ? Для того, чтобы другие страны знали, выполняют ли стороны свои обязательства. И в отношении той страны, той стороны и той страны, которая не выполняла Минские соглашения, были введены санкции за нарушение Минских соглашений. Все страны, которые вводили санкции с формулировкой за невыполнение Минских соглашений, вводили их в отношении одной из трех сторон. ОБСЕ это миссия, они ни в чем не виноваты. Украина выполняла свои соглашения, которые взяла на себя. Остается только Россия, в отношении которой вводились санкции всем мировым сообществам. По тому, как мониторила ОБСЕ, они понимали, Россия не выполняет взятые на себя обязательства согласно Минским соглашениям. Что тут нелогичного? Откройте любые санкции, которые накладывал Европейский Союз и Соединенные Штаты на Российскую Федерацию. Там есть формулировка за невыполнение Минских соглашений. Что тут сложного? Я тебя не слышу, не напрягай свои голосовые связки. Не, а что вы не слышите? Не напрягай свои голосовые связки. Ты выключаешь звук мне и выключаете звук тебе. Все просто. Ну, какие у вас еще вопросы остались по Минским соглашениям? Ты не ответил на один вопрос. Отвечаю. Какой? Назовемные две стороны конфликта, которые... Их всего две. И между ними есть посредник. Это Украина, как сторона конфликта, страна, на которую напала Россия. Россия. И между ними, как посредник, чтобы человек понимал, выполняют ли обе стороны соглашения или нет. Ну, там, француз какой-нибудь, я не знаю. Любой гражданин любой страны. Он открывает сайт ОБСЕ, где публиковались отчеты о том, что происходит. Мониторинговая миссия. Это ОБСЕ. Вот три стороны. Трехсторонние контактные группы состоят из двух сторон конфликта. Это Украина и Россия. И специальная мониторинговая миссия, как посредник. Поэтому Российская Федерация есть непосредственным, прямым участником этого конфликта. Страна-агрессор, страна-оккупант. Что непонятного? По-моему, я пять раз уже это объяснил. Уже, мне кажется, самый тупой ватник понял. Оказывается, просто бы хейповый чел, который бы высказывает свою точку зрения, закрывая рот другим. И не слушает. Просто меня перебивать не нужно. Да обыкновенное украинское чмо, которое... А, если мы переходим на оскорбление, ну тогда это слабая позиция. Просто не нужно меня перебивать. Нужно дать высказать, корректно задать вопрос, выслушать ответ и ответить на тот вопрос, который я задаю. Мне кажется, это в принципе ничего сложного. Хотя все снова упирается в тот вопрос, который я задал изначально. В ценности. Что самое важное. И вот поскольку у вас нет понимания, вообще полное непонимание ценностей, поэтому вы не понимаете, кто отвечает согласно Минским соглашениям, кто их не выполнял. Россия не выполняла. Самое главное, что не выполнила Россия, первый пункт, безоговорочное прекращение огня. Все. Я тебя не слышу. Ты выключаешь звук. Нет, я выключаю звук тебе, и это правильно. Вот это справедливо. Поэтому я говорю для своих, что ты обыкновенный украинский лжец. А ты блогер что ли еще? Живущий Куево-Кукуево и правящий боя... Я в Токио живу сейчас. Остров Хонсю называется. Я с Хоккайдо переехал теперь на Хонсю. Это точно никакое не Кукуево. Это небо и земля. Ты бы видел, как выглядит Япония. Чувак. Это еще, оказывается, и русский блогер. Боже, с такой позиции. Я думаю, что он так закрылся такой. И сразу такой набычился. Чего вы боитесь меня, русские блогеры? Просто можно было пообщаться, доказать бы свою правоту аргументами. Не кричал бы так, не перебивал, не подгорала бы жопа. И нормально можно было бы пообщаться и выяснить, кто прав, кто виноват. Ты еще и блогер, господи. Ты не даешь сказать, ты выключаешь звук, не давая аргументируй. Так ты не перебивай меня. Я тебя не перебиваю, а ты мне перебивай. Давай договоримся, не будем перебивать. Какие у тебя еще вопросы остались? Ты не ответил ни один на мой вопрос. Ответил я тебе пять раз на один и тот же твой вопрос. Не ответил ни разу. Давай, задавай еще один раз. Это ты считаешь, что ты ответил. А я и говорю, что ты не ответил. Давай. Читай Минские соглашения. Дословно. Кто подписал Минские соглашения? Говори мне. Открывай последнюю страницу, читай. Кто подписал Минские соглашения? Давай прочитаем второй пункт. Я его знаю наизусть. Я тебя отвечаю на твой вопрос. Давай читать вместе. Кто подписал Минские соглашения? Давай читать вместе второй пункт. Кто их подписал? Кто? Давай читать второй пункт. Тебя заклинило. Давай читать второй пункт. Кто подписал это Минское соглашение между кем и кем? Мы пойдем по 2, 3, 4, 5, 6 и вернемся. Давай, смотри, стоп, основа. Это Минские соглашения между кем и кем. Мы начинаем с первого пункта, идем дальше и потом в итоге узнаем, кто их подписал. Слушай меня внимательно, задаю тебе простой прямой вопрос. Минские соглашения это такой договор между кем и кем? Давай читать первый пункт, второй, третий. Между кем и кем этот договор? Давай читать по пунктам. Слушай меня, только не перебивай, меня внимательно послушай. Смотри, если мы с тобой откроем любой договор, купли-продажи, аренды, я не знаю, всего чего угодно. Договор поставки, договор оказания услуг, международный договор какой-то. Любой договор, весь смысл договора в том, что есть стороны, которые между собой о чем-то договорились. Самое важное это то, кто эти стороны, кто и о чем между собой договорились. Вот кто эти стороны, понятно, на последней странице, кто подписал эти Минские соглашения. А то, о чем они непосредственно договорились, указано в разных пунктах. Там пунктов много, в том числе и второй пункт, который тебе так нравится, про отвод артиллерийских систем на определенное расстояние. В котором указана система Торнадо-С. Насколько я проинформирован, а я общался в том числе и с министром обороны Украины, лично, в личном контакте. Насколько я знаю и проинформирован. Ваши просто прозевали, понимаешь? Ну просто затупили, не вычитали. Они не знали о том, что там есть Торнадо-С. Они же понимали, ну как бы, что по сути-то это все правильно. А вот так, чтобы завуалированно спрятать, они не смогли. Потому что есть первые Минские соглашения и вторые Минские соглашения. А в первых Минских соглашениях, помимо Торнадо-С, еще указан и Торнадо-У. Это еще более новая система, понимаешь? То есть они из первых Минских во вторые убрали, там оставили Торнадо-О, там на ДС оставили. Но потому что они лопухнулись, потому что ваши не вычитали договор. Но самое важное в договоре выяснить, между кем и кем договор. Когда это договор аренды, есть арендодатель и арендатор. Кто арендодатель? Иванов. Кто арендатор? Петров. И вот обе стороны между собой договора. Кто эти стороны? Тот, кто подписал этот договор. Петров и Иванов. Если мы говорим про Минские соглашения, мы открываем, смотрим, кто подписанты, кто договорился между собой. Про вот эти пункты. Подписантов три. Трехсторонняя контактная группа. Это Украина, ОБСЕ и русские, Российская Федерация. Посол ваш, ваш посол Зурабов в Украине, в очередной раз подчеркиваю, в Украине, подписал эти Минские соглашения. Соответственно, есть три стороны, которые должны его выполнять. Но поскольку ОБСЕ не владеет оружием, оно может только мониторить ситуацию и говорить, вот эти отвели, а эти не отвели. Эти выполняют, а эти не выполняют. Или там обе стороны не выполняют. Поэтому ОБСЕ не является участником войны. Оно является посредником. И остается две стороны. Это Украина и Россия. Соответственно, из двух сторон, кто имеет у себя владение, во владении на вооружении, у вооруженных сил, комплекс Торнадо-С. Это новейший комплекс, новейшая система разработки Министерства обороны Российской Федерации. Эта система не поставлялась ни в одну из стран, не поставлялась даже в какие-то там непризнанные республики, не поставлялась вообще никому и никогда. Она находится исключительно на вооружении Министерства обороны Российской Федерации. Соответственно, несложный логический вывод можно сделать. Любому, даже ватнику понятно сейчас. Торнадо-С взяла на себя обязательство отвести Российская Федерация, которая в лице Зурабова и подписала эти Минские соглашения. Я это объяснял уже, ну не знаю, раз 700, наверное, точно. Неужели так сложно понять? Какие у тебя еще есть вопросы? Это больные твои фантазии, туповый идиот украинский. Вот и все. Я тебе понял. Мы читаем текст Министерства соглашения, в которых... Это, конечно, аргумент. Какие у тебя есть еще вопросы серьезного характера? Мне кажется, уже даже самый очень глупый человек, который явно просто не понимает, о чем идет речь, разобрался в том, что я говорю. У тебя еще какие-то вопросы остались ко мне? Тяжелые вооружения должны отвести. Вот читаем. Вот заклинило человека. Ну, смотрите, я, ну, я в принципе, я по жизни человек, который может объяснять довольно долго. И я не устаю. И у меня, в принципе, как бы нервов хватает. Я не нервничаю. Вот это вы сейчас нервничаете, смотрите и нервничаете. Если вы до этого момента досмотрели, кстати, у вас, я вас поздравляю, у вас железные нервы, ну, где-то там процентов на 80, точно железные, потому что вы матюкались про себя точно, когда смотрели это видео. А хотел сказать, важно, смотрите, все то, что я в самом начале спросил про ценности, это самый важный вопрос. Потому что русский, вот сейчас этот мужчина, он полностью олицетворяет собой вот ту проблему с ценностями. Потому что ценность, в том числе во всем мире, является ценностью честь и достоинства человека. Это означает, что человек не должен врать. Не должен врать окружающим и не должен врать себе. Потому что это идет в разрез с понятием честь и достоинства. Достойные люди не врут. Люди, которые понимают значение слова честь, они тоже не врут. Русские все врут. Они прекрасно знают, что минские соглашения были подписаны между Россией и Украиной. И все знают, кто должен отвезти Торнадо-С. Но поскольку вы прокололись, ваш Зурабов просто прокололся. И ваш Путин, который видел эти минские соглашения и их согласовал, прокололся. Потому что он точно не знал, что будет блогер, который будет об этом всем рассказывать. Понимаете? И сегодня вы выглядите, даже спустя уже годы, очень плохо. Потому что вы взяли на себя обязательства и их не выполнили. Из этого мы делаем следующий вывод. Россия, государство без ценностей, ну в том понимании, в котором это понимает весь цивилизованный мир. То есть без цивилизованных ценностей. Ценности у вас другие. Это вранье, ложь, обман и агрессия. Все то, что сегодня является у вас ценным в вашем государстве, это ложь, обман и агрессия. Если убрать у вас ложь, обман, агрессия, останется только воровство. Ну на чем все и держится, что в основе. Вот и все ценности вашего российского государства. Русский народ так и живет. Все основано на лжи, на агрессии, на обмане. А в самом низу воровство, потому что все у всех воруют. Вот и все. Мне кажется, это крайне важно. В этом нет никакой пропаганды, кроме пропаганды здравого смысла, честности, чести и достоинства. Это я говорю про стандартные, цивилизованные, не обязательно европейские, а просто цивилизованные ценности всех цивилизованных людей этого мира и всей цивилизации. Что я неправильного говорю? Ну с чем можно со мной не согласиться? Как можно со мной не согласиться? И выключать звук. Я тебя понял. Переслушаешь видео, законспектируешь, приходи, пиши комментарий. Ну по-моему более чем исчерпывающий ответ. Мне кажется, вряд ли бы кто-то тебе в чат рулетки дал. Напоследок, я какой-то вопрос остался. Если хочешь, задай последний вопрос и я пойду. Мне кажется, уже даже я утомился, а зрителей точно уже укачало. Он теперь хочет такого, как Путин. Все понятно. Я хочу от тебя почку и точка. Мама дорогая. Прогнило у вас все там в русском государственном царстве. Прогнило.